Он делится в результате на несколько частей Майдан. Такие люди, как я, которые шли туда за правдой, и нас было большинство, я в этом абсолютно уверен. Я хотел, чтобы Украина вошла в Европейский Союз. Я хотел вообще европейского пути развития и европейского вектора развития. Мне претило заигрывание украинской власти с Российской Федерацией, намерение войти в таможенный союз. То есть это противоречило всем моим убеждениям. Когда Янукович сказал, что все, мы идем в Европейский Союз, я подумал, боже, что с Висей сдохло. Это же не ожидалось совсем. И Виктор Андреевич Ющенко не даст соврать, он приехал поздравлять меня с днем рождения ко мне, и мы сидим за столом. И я говорю, слушайте, Янукович идет в Европейский Союз, и за это ему надо памятник поставить. И Ющенко говорит, а я буду открывать этот памятник. То есть намерения были прекрасные. Это потом уже члены фракции партии регионов рассказали мне, как он их собрал. И говорит, а теперь мы идем в Европу. Они начали возмущаться, как в Европу. У нас бизнес завязан на России. Мы с Россией торгуем, у нас там деньги. Он их ломал через пень-колоду три часа. В результате вся фракция, кроме Нестора Шуфрича, он воздержался, проголосовала за путь в Европу. Но дальше, когда он всех обманул, когда он, как мне казалось, искал, где заработать больше, этот человек абсолютно без убеждений. Его убеждения это доллары и евро. У него убеждений нет, я в этом уверен. Он искал, где он больше заработал. То ли в Европейском Союзе ему дадут деньги на Украину, из которых он по привычке украдет какую-то часть, то ли Россия ему даст на Украину, из которой он по привычке украдет. Ему не важно было, где красть. Это человек без убеждений. И в результате вот эти его метания, шарахания привели к Майдану, на котором уже сварили кашу целый ряд разных групп.